Всем привет! В эфире новый выпуск программы Поколение НЕКСТ, но для того, чтобы нам его провести, мне нужно найти Стаса. Помогите Даше найти Стаса! А где же Стас? Вы точно его видите? Покажите мне его пальцем. Ладно, Даша, ты не путешественница, а я не башмачок. Но все равно мы проведем с тобой вместе выпуск программы Поколение НЕКСТ. Всем встать! Суд идет! Виновен! А за что? А за что? Вы узнаете в следующем сюжете. Вот наступило долгожданное лето, и все ребята ушли на каникулы. Некоторые уехали к бабушке в деревню или на море. А кто-то сидит дома и не знает, чем себя занять. Как раз таки о том, что делать в свободное время не надо, мы и расскажем. Сегодня мы хотим поговорить о правонарушениях, которые совершают несовершеннолетние заместителем председателя Артемовского городского суда в Приморском крае Андреем Петровичем Белецким. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите для начала, имеется ли в практике Артемовского городского суда случаи, когда к уголовной ответственности привлекались несовершеннолетние? К сожалению, такая практика имеется. Хочу отметить, что количество уголовных дел, в рамках которых к уголовной ответственности привлекаются несовершеннолетние, их немного, но они есть. Расскажите, какие правонарушения чаще всего совершают несовершеннолетние? Чаще всего преступления, которые совершают несовершеннолетние, относятся к категории имущественных преступлений. Это кражи, грабежи, иногда разбой. К сожалению, в последнее время участились случаи, пришли уже в суд, поступили такие дела, где к уголовной ответственности привлекаются ребята, связавшиеся с незаконным оборотом наркотических средств. А как повлияют на будущее несовершеннолетних совершенные ими правонарушения или преступления? В случае вынесения судом обвинительного приговора, суд назначает уголовное наказание за то преступление, которое несовершеннолетним совершено. Наказание-то и надо отбыть. Ну и уже после отбытия наказания тоже существуют последствия. И выражаются они в следующем. Проходит время, вырастает молодой человек, становится взрослым, приходит куда-то устраиваться на работу. И в анкете, которую он подает работодателю, он должен указать наличие фактов привлечения к уголовной ответственности и судимости. И в случае, если таковые имеются, работодатель вправе ему отказать. Данное правило в основном распространяется на лиц, которые претендуют на замещение должностей муниципальной, государственной гражданской службы, правоохранительной службы, службы в вооруженных силах, специальных службах. Более того, все сведения хранятся достаточно длительный период времени. Сведения о совершенных преступлениях, фактах привлечения к уголовной ответственности. И впоследствии уже, когда у этого молодого человека появляются свои дети, и возникает вопрос об их трудоустройстве, тоже возникают препятствия, поскольку в ряд государственных органов уже не примут такого гражданина, поскольку мама или папа имели судимости. Поэтому прежде чем что-то совершить, нужно, наверное, очень крепко задуматься, стоит ли это того. А что Вы посоветуете несовершеннолетним, чтобы не происходили вот такие ситуации? Всем несовершеннолетним, молодежи, я бы посоветовал заниматься спортом, физической культурой, читать побольше книг, повышать свой образовательный уровень, вне зависимости от того, в каких учебных заведениях они обучаются, в школах, лицеях или поступают в высшие учебные заведения. Общаться с природой, с животными, с детьми, гулять, ездить куда-нибудь, купаться, кататься и все остальное. Также и родители. Больше надо уделять внимание своим детям, причем внимания неформального, а именно делая, как я, спорт, значит, занимаемся вместе с ребенком спортом. Если это повышение уровня своего образования, надо читать книги, безусловно, что это аксиома, книги нужно читать. Если человек читает книги, у него формируется правильное мировоззрение. С детьми все-таки, вот вернусь к предыдущему тезису, с детьми нужно работать целенаправленно, объяснять им, что такое хорошо, что такое плохо, рассказывать им об истории нашей страны, рассказывать об истории своей семьи, чтобы дети знали, кто были дедушки, бабушки, прабабушки, чтобы они понимали прекрасно, что они, если совершают что-то нехорошее, то они подводят не только себя, и своих предков, и родителей, и своих товарищей, в конце концов. Спасибо большое. Наталья Федорова, Тарас Боднарук, специально для поколения Next. И что это за новый вид спорта? Ну, это видеопиратский прием, жил статьи Варсоя. Лучше бы посмотрела сюжет Маши, у нее про Спартакеаду. Ну что, давай посмотрим. Смотрим. Волейбол, пионербол, футбол, мини-футбол, шашки, шахматы, легкая атлетика. С таким набором игр состоялось открытие летней Спартакеады среди молодежи. В здоровом теле – здоровый дух. На стадионе «Угольщик». Напутствовать артемовских спортсменов приехал глава округа и олимпийский чемпион Советского Союза. Спорт чем хорош, он воспитывает характер, он воспитывает силу воли, он воспитывает чувство коллективизма, он тебе дает шанс в жизни увидеть мир. Потому что в те годы, когда мы были, у нас очень мало было выездов за границу, а мы, спортсмены, ездили достаточно много. Мы видели мир, мы побывали практически на всех континентах. Олимпийские чемпионы устроили своеобразный флешмоб и пожали руку каждому участнику Спартакеады, передавая эстафету олимпийской славы России, чтобы им всегда сопутствовала удача во всех соревнованиях. Также они раздали свои автографы. Участие приняло около 300 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет со всех школ города Ратема. Мы участвуем уже пятый раз. В прошлом году у нас был очень урожайный такой успешный. Мы заняли 24 призовых места, то есть 24 медали детки получили. Счастливые. Теперь они с удовольствием приехали еще раз поучаствовать. Надеются на успех. Первый раз участвую. Мне сказали, медальку можно выиграть. С желанием приходят. Каждый раз спрашивают с первого, а какие награды будут. Первое, второе место, говорю, третье. Медаль и грамоту. Тебя как зовут? Лейла. Ты сколько занимаешься уже баскетболом? Три года. Три года? И ты в спартаке тоже участвуешь, правильно? Да. И какой год уже участвуешь? Второй год. Ну, мы участвуем в разных видах спорта. Получаем за это медали, грамоты. А в баскетболе у тебя сколько уже наград? Очень много, я даже не считала. Кто-нибудь, кого-нибудь должен сбить. Почему? Чтобы начать задавать вопросы. Ага. Как часто вообще играете в шашки? Долго не играл. Я в шахматы не играл. Я не люблю, когда поддаются. Вообще, вы играли в детскую спартакеаду? Часовали три-четыре ноги? Да. Да? И как было? Я выигрывал. Сейчас, похоже, меня тоже выиграете. Да, я вот сюда пойду. Давайте. Так нельзя сделать. Почему? Ну, там-ка. Почему? Ну, разве можно вот так вот и ехать? Ну, я вот пошел. Раз, два. Да все. То есть все, что? Я проигрываю. Я уже вижу это. Так, это я же, да? Да. Да я сдаюсь, да? Айцент Владимирович, ну нельзя детей. Все. Раунд. Нельзя. Небольшой. Финальная встреча спартакеады и торжественное награждение победителей и призеров соревнований состоялась 17 июня, где каждая школа получила свои награды. Мария Просолова, Тарас Боднарук, Светлана Нурик. Специально для поколения Некст. Ты устала рисовать этот шедевр? Ну и что ты развалилась? Давай лучше вон посмотрим мой новый сюжет про художников. А давай. Весь год дети трудились и занимались в школах искусств. Казалось бы, самое время отдохнуть, лето. Но эти дети не такие. Они занимаются и летом. А для чего они это делают, мы узнаем прямо сейчас. На вопрос о занятиях летом родители отвечали, что дети сами проявляли интерес к искусству. 90% дети сами хотят приходить и 10%, наверное, когда родители. Малыши, они всегда хотят ходить на занятия. Старшие дети, может быть, некоторых родителей отправляют. На этом занятии дети развивали моторику и лепили рыбок из соленого теста. Потому что июнь, ну такой месяц дождливый, непонятный. И на море еще пока не съездишь. Нормально они отдыхаются, поэтому можно посвятить время детям. Тем более они хотят заниматься всегда. Как призналась педагог, талант есть у каждого. Поэтому я вдохновился и тоже решил попробовать что-нибудь слепить. Желание. Самое главное – желание. Станислав Панченко, Денис Болтов, Светлана Норик. Специально для поколения Next. Ну давай. Эх, ладно, слазь. Никогда тебе не стать воркаутером. Ну, Стас, я хочу заниматься этим. Ну ты же не как парни из твоего сюжета. Ну и что? Ну вот давай покажем зрителям. Давай. Конечно же, каждый из вас знает, чем заняться летом. Можно покататься на велике, на роликах, заняться другим видом уличного спорта. Но сейчас я вам расскажу про воркаут. Вот я нашла людей, которые этим занимаются. Уже довольно-таки долго. Поэтому просто посмотрим, как это, что это и для чего. Мы ищем место съемки. Да, потому что мне толком не объяснили, куда мне точно идти. Это не круто. Сейчас хожу с человеком, который тоже будет сниматься. И мы ждем еще одного. Как ждем? Ищем. Воркаут. Это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкций. Или можно вообще без их использования, то есть на земле. Основной акцент делается на работу собственным весом и развитием силы и выносливости. Люди, увлекающиеся таким видом спорта, называют себя по-разному. Воркаутеры, уличные или дворовые спортсмены, уличные гимнасты, турникмены. Образовался сомнительно недавно. Представителей этого вида спорта в Артеме мало, но мне удалось отыскать двоих и расспросить их получше. Я занимаюсь два года воркаутом. Начал заниматься я гуляя с друзьями, скажем так, по своему городу. И увидев просто турник, увидев, как пацаны и ребята занимаются, появилось желание, появился успех. Занимаюсь я около года. Пошел? К турнику подошел, начал заниматься. Забавно. Хорошо. Чем он тебя привлек? Это адреналин, зрелищность. Вообще красота действия. И та же гимнастика. Чисто исполнением тока. Я вот увидела, когда вы показывали все эти трюки, какие-то лямки. Для чего они нужны? Это не лямки, а страховки. Они нужны для того, чтобы не упасть на сложных элементах турника, например, когда ты крутишь, что-нибудь очень сложный элемент какой-нибудь. И чтобы не упасть в турника, не соскочить, не получить травму, придумали лямки. Желаю успехов дальше. Стремление. Больше стремления. И чтобы больше всего получалось. И все было намного быстрее. Для этого выпуск программы поколения NEXT подходит к концу. Луна, вы не расстраивайтесь, Даша путешественница далеко не уходит, потому что я сдала экзамены и все хорошо. А так как у меня есть друг Стас, он же Башмачок, вы будете сюда снимать вместе. Но я никуда и не собирался уходить, поэтому мы вас ждем через две недели в то же время в том же месте. Субтитры сделал DimaTorzok